МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я ведущий передачи «Все настоящее детям». Я мечтаю задать вам вопросы, которые интересуют меня и моих друзей. Давай, жги, Миша. Взрослый, это когда? Ну, это когда ты перестаешь видеть мир таким, каким видел его в детстве. Что для вас счастливое детство? Счастливое детство – это мое детство, которое у меня было. И у меня вот с возраста, наверное, младше, чем ты. У меня отец ездил все время на все лето работать. В пионерский лагерь и брал меня с собой с четырех лет. Я вот все лето от начала, от звонка до звонка, в пионерском лагере. И для меня вот это было мое самое счастливое детство, потому что я там был как бы вот свой. И дети приезжали на одну смену, а я там все три-четыре смены был. Я очень любил это время. Вы здесь занимались векте или в кружке? В кружке? Ну, вот там вот летом я ходил во все кружки, какие только можно было. Я одну смену ходил в кружок авиамоделизма, делал там какой-нибудь самолет. На следующий мы делали какие-нибудь корабли. Потом я ходил в фотокружок, мы делали фотографии. Потом в какой-нибудь туристический кружок. Мы там ходили, учились ходить в походы, что нужно делать в лесу. Ну, в общем, я много всяких кружков, так не очень основательно, но поверхностно знаний нахватался. Каким был у вас самым любимым тюрьмем в школе? История. Мне очень повезло, что у нас, вот когда только начались уроки по древнему миру, и у нас была очень хорошая учительница, которая нас учила по своему учебнику. Она нам выдала учебники, которые она сама написала, в своей истории. И это был единственный предмет, на который я ходил факультативно после занятий. Мне было так интересно, и мне казалось, такой взрослой эта учительница, что я думал, что она сама была в Древнем Риме, что участвовала во всех этих сражениях и с Александром Македонским, и все римские фаланги, когорты строила, и фаланги Александра Македонского. Мне все это очень нравилось, и мы потом дома пытались все это воспроизвести из самодельных солдатиков. Делали огромное количество солдатиков и устраивали эти пунические войны. Вы общаетесь с друзьями детства? Да. Да, я дружу со своими одноклассниками. Встречаюсь реже, ну вот прямо с друзьями детства, кто был до школы. Но, в принципе, так осознанная дружба, это, конечно, уже все равно в школе. И вот те ребята и девчонки, кто с первого класса. В прошлом году у нас был выпуск 40 лет, как мы выпустились, и у меня на даче собралось, сейчас тебе скажу, 29 человек наших одноклассников. 29 одноклассников. В общем, все, кто жив, все приехали. На шифруте все настоящее детям. Ну, я думаю, что в первую очередь это настоящая любовь. Детей нужно по-настоящему любить. И к детям нужно относиться очень честно. Любя. Ну, любя, я уже сказал, очень честно. И понимать, что перед тобой стоит человек, абсолютно личность, просто маленький на данный момент, поменьше ростом, и все. Поэтому настоящие эмоции. Нужно детям отдавать настоящие эмоции. Не фальшивые, а настоящие. Спасибо, Владимир Владимирович. Я была... Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok